Не знаю, что вам видно, что не видно. Вот такой появился у нас живой уголок. Прям в зимклонике. Здесь, рядом с беседкой. Там живет черепаха наша. Одна, вторая у нас, к сожалению, умерла. И рыбки. Совершенно не вижу, видно вам или не видно. Вот такая. Ангелочек спит на камушках. Гномик защищает его. Ну, Проша, как всегда. Мы камни кладем, он их вытаскивает. Мы кладем, он их вытаскивает. Кто кого, да, Проша? Вот такая картина маслом. Теперь мы будем беречь черепаху. Ну, я имею в виду Проша. Вот она черепаха. Вылезла из воды подышать. А тут сторож. Теперь будет жить возле бассейна. Рыбка играет. Какая красота. Вот беседочка. И прямо вот рядом с беседкой. Сильно брызг сюда ставить не стали. А вот сюда. Райский уголок. Спряталась. Спряталась Порошана. Черепаха. Черепаха. Этой черепахе 18 лет. В этом году Никите 23 года. А на пятилетие мы ему ее подарили. Красноухая черепаха. А вторая почему умерла, мы так и не поняли. Та была помладше. Как-то так. А рыбки там еще плавают. Вот одна. Пока черепаха их не съела. Но скоро здесь не останется ни одной рыбки. Придется еще ловить. Это мы вчера купаться ездили. А Саша у нас ловил рыбку. С детским сачком наловили целую гору рыбок. Ну штук 10 точно поймали. Вот таких мелких. Покрупнее. Вон те вон сдохли. Видите, там дохлые плавают где-то. Вот она рыбка. Но черепаха сейчас все съест. Было три. Уже осталась одна. Остальных черепаха покушала. Здесь одна плавает. А там внизу крупные есть. Сантиметров, наверное, 12 в длину. Сейчас опять выплывет. Вот она. Красота. Теперь есть свое болото. Не вижу на камеру. Видно вам или не видно, как плавает рыба внутри, внизу. Вот она. Крупные особи есть. А тут такой монстр. Все, теперь Проша так и будет жить рядом с этим бассейном. Да и я, в принципе, тоже. Вот сижу и любуюсь. Да, Проша? Проша охраняет со всех сторон. Он то в тенек, то на солнышко залезет. Всю зимку лунику у меня остатки, наверное, перетопчет. Но я ее отсюда буду убирать. В другое место. Ой, красота. Так здорово. Хоть и болото, как я это называю. У нас еще есть одно дом. Это самый дешевый. За 700 рублей купено в светофоре. Маленькое такое болото. Дома у нас еще есть покрупнее. Уже много лет лежит. Но пока ему здесь нет места. Еще не все оборудовано для него. Пока будет вот такое маленькое. Да, Проша? Сторож. На цепь надо тебя посадить рядышком. Ты по своим размерам как раз подходишь под этот прудик. Да. Я сейчас... Мы ходили... Помните то место, где я вам показывала рядом с нами? Здесь вот там вот. Вот там вот есть речка Мата. И мы ходили, собирали камушки вот эти вот большие. И Саша их помыл в бочке. Ну, в строительной бочке. И сейчас смотрю, там столько мальков вот этих вот. А пойдемте, я, наверное, вам покажу. Видно вам будет, не видно. Правда, сейчас бочка это мутная вода, потому что Саша мыл здесь камни. Вода еще не осела. И вот много-много личинок. Комаров. И вот я их сейчас с очком вылавливала. И туда, туда в наш. Вот сюда я их закладывала, чтобы рыбкам было что покушать. Ну, сейчас у меня здесь они спрятались, но они плавают. Я их видела. Они здесь есть. Ну, еще, наверное, комарики сюда теперь отложат своих личинок. Рыбки. Ну, все, я зависла. Дела встали. Кузнечики стрекочут. Рыбки плавают. Черепаха на месте. Я переживаю, как бы она отсюда не вылезла. Она у нас из бассейна прямо выкарабкивалась. Поэтому поставили заборчик вот такой, чтобы она далеко хоть не ушла. Боюсь, как бы не высохла. Не вылезла и не высохла. В общем, рискованно. Воды налили много. Видите, почти полный. Ну, как всегда, сторож здесь. Почти полный бассейн воды. Посадили пока в один краешек. Ну, наверное, правильно сделали, что в один краешек посадили водоросли. Там, видите, в водорослях рыбка еще дохлая. Но я не убираю, чтобы черепаха съела. Она питается этими рыбами. Она слопает скоро всю рыбку. И вообще здесь плавать нечем будет. Придется еще ловить. Я думаю, ей дня на четыре еды хватит. Хотя посмотрим. Вообще прелесть. Прелесть прелестная. Он маленький, он небольшой. Вот моя рука. Вот моя рука. Вот. Размеры. Видите, да? Ну, и там, соответственно. Ну, здорово. Большой пока некуда стоять. Класс. Здесь так интересно. Смотрите, как любуется ежик на бассейн. На болото. Я его называю на болото. И здесь спит ангелочек. Сова его сторожит. Сторожит гномик. Этот сарай наш уберется. Здесь будет качеля. У черепахи здесь комфортно. Она кайфует, девочки. Она ведет себя здесь как охотница. Как хищница. Прячется, видите, в водорослях. Ползает очень размеренно. Если она как бешеная была в аквариуме. Либо она здесь еще не свыклась. Но ей здесь нравится. Чувствую, что нравится. Камушки мы туда положили. Прям мелочь тоже набрали на речке. Вчера это, когда плавали. Сегодня вот эти крупные камни набирали здесь. Ну и маленько мелочи еще вот здесь подложат. Тоже набирали. Ну и вчера много камней привезли. Короче, вчера два ведра. Сегодня два ведра и плюс вот эти вот крупные. Сегодня еще поедем плавать. Может еще привезем. Рыбка, кстати, играет. Выпрыгивает из водички. Может быть ей кислорода, конечно, не хватает. Но пока фонтанчик не ставим. Фонтанчик у нас тоже есть. Он от электричества. А сейчас на Алиэкспресс Саша увидал, что продаются фонтанчики на солнечных батарейках. Они дешевые, в пределах 1000 рублей. Ну, пока и 1000 негде взять. Выпишем потом. Потом выпишем с Алиэкспресс фонтанчик на солнечной батарее и поставим. Но не могу, девчонки. Дела встали. Дела встали. Дела встали.